Так, коллеги, мы начинаем наше сегодняшнее вечернее заседание и первый доклад Шульгин «Использование свободного программного обеспечения для геомониторов психического состояния пользователей в исследовании UX, UE». Все, можно, наверное, стартовать, начинать. Всем добрый день, меня зовут Шульган Антих. Тему моего доклада вы видите на слайде. Немного о биометрии. Немного времени назад биометрия была менее доступна для пользовательского уровня в связи с тем, что она была довольно дорогой и недоступна обычному юзабилити-пользователю. После чего проводились разные различные опросники, которые занимали либо очень много времени на сам процесс опроса, потом занимало очень много количества времени на анализ этих опросников, и также надо было выявлять, когда респондент склонен говорить ложь, то есть задавать ему наводящие вопросы и понимать, в какие моменты он врет. Сейчас биометрия стала более доступная, потому что появились разные гарнитуры, связанные с фитнесом, развлечением и играми. Их точности, конечно, для всяких каких-то грандиозных физических целей не будет хватать, но для обычного исследования юзабилити его вполне хватает. Вследствие чего этот доклад именно раскрывает вот эту вот маленькую часть, а именно электроэнсфайлографию. На данном слайде вы видите примеров несколько EG гарнитур. Самая простенькая это NeuroSky Manway, она имеет один канал, ее стоимость около 160 долларов. Уже чуть-чуть подороже Emotiv Insight, уже имеет 5 каналов, цена ее, естественно, уже больше, 300 долларов. Гарнитур, которую мы сами используем, это Emotiv Epoch, либо же Epoch Plus, имеет 14 каналов, но цена ее уже варьируется от 800 долларов. Также есть свободное аппаратное решение от OpenBCI, его можно заказать от 4 до 16 каналов, и цена его будет, естественно, от 600 и выше долларов. Хочется немного рассказать о том, как использовать данные EG гарнитуры в своей развлечении на примере NeuroSky Manway. Данную гарнитуру можно подключить к вертолетику Puzzlebox Orbit. Не получится вот прям конкретно им управлять, чтобы у вас получилось летать, но если сконцентрироваться, у вас получится его поднять или же отпустить. Также в свое время были популярны уши Nikomimi, работая не по принципу, что когда вы на стадии возбуждения, у вас уши вставали, а когда у вас было такое более пассивное состояние, у вас уши были приспущены. Про OpenBCI также. Данная гарнитура имеет большую цену в связи с тем, что они выпускаются в очень маленьком тираже. Но данные гарнитуры можно собрать и самостоятельно, но и тут здесь свои проблемы. Проблема в том, что большинство количества радиотеталей в данный момент уже не производится, и им необходимо искать замену. Немного про ритмы. Сами ЭЭГ-устройства снимают электромагнитную активность коры головного мозга. И данную активность можно разделить на ритмы. Альфа, бета, тета, дельта и гамма. Для нас самыми полезными информативными являются альфа и бета ритмы. Их снять проще всего и не составляет проблем. Альфа-ритмы отвечают за более расслабленное и иммунитивное состояние мозга. А бета ритмы за более активное. На данном слайде, на изображении слева, вы видите медицинский стандарт 1020, по которому показано расположение всех датчиков на поверхности головы. В красном кружочке выделены именно те датчики, которые присутствуют на гарнитуре Emotive Epoch. А справа вы видите сам экран калибровки с приложения Emotive. Появляется вопрос, как получать самые данные. Есть два способа, как получить данные. Это использовать локальную IP, либо сетевую IP самого производителя. Через локальную IP это получать данные на Bluetooth, USB, что-нибудь другое. Использовать какие-нибудь сторонние библиотеки. То есть, допустим, для Майфаева есть проект Puzzlebox Synapse, какой-нибудь либо старенький CDK, либо сторонние всякие инструменты. Также можно использовать сетевую IP, но тут какие есть проблемы. Вы посылаете данные на сайт производителя, и, естественно, с этого сайта вы берете. Но проблема в том, что если у вас нет интернета или нет доступа к сайту, то данные вы, естественно, эти получить не сможете. Немного про NeuroSkyMadeWay. Данные гарнитуры, как я уже говорил, имеют всего один датчик. Также на презентации вы видите скриншот приложения, который отображает активность различных ритмов, также показывает, в каком состоянии находится у вас мозг, в медитативном или более активном, и показывает сам контакт сигнала. Немного про гарнитуры Emotive. Есть у них несколько версий, ипок плюс, и инсайт. Данная гарнитура снимает показатели альфа, бета ритмов. Также гарнитура может считывать улыбки, моргания и различные движения. Имеет данная гарнитура 14 электродов и 2 репрессных электрода для подавления шумов. На данном слайде показана CDK от Emotive. Но проблема данного CDK в том, что он не показывает сырые данные. То есть он снял все данные, их обработал, так сказать, в общем, по активности мозга и нам выдал. То есть нам это не очень подходит, хотя он может и считывать моргание, может считывать удивление, улыбку и все такое. Но если у вас все-таки есть возможность к сырым данным, можно использовать предложенный Джейсом в разных способах, используется комплекс. Он представляет собой ось координат, где по горизонтали расположена валентность, по вертикали расположена возбуждение. Валентность отображает то, насколько у вас положительные либо отрицательные эмоции, а возбуждение отображает их активность. То есть, допустим, если у вас отрицательная валентность и сильное возбуждение, то у вас истерика. Если отрицательная валентность и слабое возбуждение, то у вас такая глубокая депрессия. Вычислить данные возбуждения и валентность можно по соотношению альфа-бета-ритмов. Отдельно хочется сказать про валентность. Это не совсем определение аффективной валентности, а больше мы определяем мотивационную направленность. То есть если вы видите что-то или слышите, вам это нравится или не нравится. Но эти два понятия косвенно связаны, и поэтому мы тут якобы вычисляем валентность. На данном слайде приведем пример опенсорсной диблиотеки Emakit. Слева вы видите экзешник. Плюс это приложение, потому что он нам уже отдает сырые данные. Но он работает по принципу, что вы положили гарнитуру, нажали кнопку, и только тогда он считал. То есть он считывает, но не работает вот прямо в настоящем времени. Также было разработано приложение Visualize, но в данный момент оно не работает. Потому что создатель данного приложения использовал различные версии библиотек, каких он не знает, потом при помощи PIP-а он все эти библиотеки обновил. И после обновления у него это все перестало работать. Там была смесь библиотек, Qt, Python. И он после обновления у него это все не работало. Но по скринам видно, что программка была хорошей. Она в прямом времени отображала нам, как подключены датчики, подключены плохо, хорошо, или вообще датчик не работает. Но есть альтернатива, программка, которая работает. Она работает по браузерам приложений. Она нам тоже выдает сырые данные. Данное приложение написано на JavaScript. И если в ее минус, у нее нет экрана калибровки. Она не отображает, насколько точно подключены датчики. Ну и в заключении хочется сказать то, что эго-гарнитуры подходят для снятия всяких биометрических данных. Их можно использовать в этой сфере. Ну и они все очень дружелюбны для open source. Все. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У нас тут как положительный, так и отрицательный опыт. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Хорошо. А, вот так я могу дать. Неэффективно. Георгий, нет? Да я могу, конечно. Я, собственно, не вопрос. Я хочу обратить внимание общественности на то, что был рассказ об инструментарии, а этот инструментарий применялся к чему? Что такое сравнение UiUX? Можете ответить, чтобы все поняли? Сейчас сформулирую мысль. Для сравнения эмоциональной активности человека, то есть определение его, как бы это сказать, психологического фона. Точнее сказать, сценария психологического фона. Да, а UiUX что означает? В вашем случае? В нашем случае что UiUX означает? На что он смотрел, товарищ? Или крикал во что? На данный момент я, наверное, затрудняюсь это ответить. У нас с Георгием практически во второй раз совпадают вопросы. Я именно об этом хотел спросить. У нас, я попробую уточнить, расширить, может быть вам легче так будет ответить на вопрос. Это человек, который исследовался. Он исследовал какой-то интерфейс. Ему был дизайнер, например, нарисовал, не знаю, сайт, или дизайнер нарисовал новый внешний вид программы. Человек сидел на него, смотрел, и вы пытались определить с помощью вот этих вот средств снятия метрик умственного, эмоционального состояния, нравится ему этот интерфейс или нет. И на основании этого вы хотели понять, отличаются ли, допустим, метрики от того, что он говорит. Да, говорит, мне нравится, а метрики пока что не нравятся. Или что? Вот в этом вопрос заключается. Как это происходило? Мы надевали на него саму гарнитуру, запускали ему сайт, запускали приложение, проверяли, ну, давали ему различные мышки и проверяли, как он с ними работает. То есть мышки были, то есть трекболы всякие. А брали мы людей, не приспособленные под этим. И вот они с ними, так сказать, пользовались, мы снимали их активность, то есть понимали вообще, что им нравится, не нравится, разбирались, и потом проводили еще и дополнительно опросник. То есть, ну, там уже мы просили их отвечать честно, как нравилось, не нравилось. И то есть, если нам писали, что не нравилось, мы видим данную активность, и мы понимаем, что вот это связано с негативными, так сказать, эмоциями. Спасибо. Коллеги, 30 секунд. То есть не только визуально. На вопрос и на ответ. Николай Николаевич. Очень простой вопрос. Как так получилось, что после обновления вы не смогли восстановить предыдущий вариант программы? Это не они. Ну, я говорю, что это была не наша программа, это было короннего человека. Мы пытались повторить его успех в течение месяца, но у нас ничего не получилось. У него просто на компьютере был свой набор библиотек. То есть, возможно, какая-то библиотека была, скажем, год назад. Какая-то была. Там гибрид, понимаете, из десяти различных библиотек был. И еще интересно, что все вопросы, которые я хотел задать, почти были заданы раньше. Отлично. Все счастливые семьи счастливы одинаково, все неправильные программы неправильны по-своему. Все. Спасибо большое. Мы ждем следующего нашего докладчика. Зенкин Владимирович.